Здравствуйте! Мы уже с вами общались на тему нашатырного спирта на даче. Как нам применять его для того, чтобы подкормить наше растение. Сегодня мы с вами пообщаемся на тему, как применять нашатырный спирт в быту. Я уделю несколько минут все-таки тому, как напомню вам точнее, как мы применяем нашатырный спирт для нашего огорода. Как азотную подкормку. Для этого нам нужно в 10-литровое ведро добавить не больше 3-х ложек нашатырного спирта. Помним, что это азотная подкормка, которая способствует увеличению зеленой массы. Поэтому, как только наши растения начинают свисти, мы прекращаем наши азотные подкормки. Более того, азотные подкормки крайне не рекомендуется делать в конце лета, чтобы не спровоцировать рост молодых побегов. Растение должно готовиться к зиме. Дальше мы можем применять наш нашатырный спирт в борьбе с медведкой. Медведка очень не любит резкие запахи. Поэтому смачиваем тампон ватный или марливый, или любой тряпочный тампон смачиваем и кладем в норку к медведке, в ее ход. И сразу же тщательно засыпаем. Не забываем, что нашатырный спирт очень быстро выветривается. Вот таким образом можно избавиться от медведки. Хорошо нашатырным спиртом выводить пятна от свежей травы. Трава, вы знаете, очень плохо выстирывается. Если вдруг нет какого-то другого отбеливателя, вот, пожалуйста, нанесите на пятно, оставьте на какое-то время, потом стирайте. Действительно, да, вот так вот действует, работает. И еще совершенно неожиданно я для себя открыла нашатырный спирт от укусов насекомых. Просто прекрасно. Единственный минус. Сильнейший запах. Но эффект того стоит. Ватный тампончик или ватный диск смачивайте, протирайте место укуса, не чешется. Этот нашатырный спирт я приобрела в магазине Фикс Прайс. Поэтому успевайте. Такая емкость стоит порядка 70 рублей. Хватает очень надолго. Она литровая. Удачи вам, успехов, здоровья! Удачи вам, успехов! Удачи вам, успехов! Удачи вам, успехов! Удачи вам, успехов! Продолжение следует...